Теперь Тинькофф Блэк моментально появляется в твоём телефоне. Установи приложение Тинькофф и сразу начинай пользоваться картой. У меня кэшбэк из каждой покупки. Тинькофф Блэк. Я люблю её. Установи приложение Тинькофф и оформи моментальную карту Тинькофф Блэк за пару кликов. Почти что-то нам по пути. Ну, трасса вот у нас идёт слева. Населённый пункт Елшанка, что ли? Да, надо, короче, подзарядиться. Основной аккумулятор у меня сел. Подключил сейчас запасной. Чуть-чуть подзарядиться бы. В гостинице даже есть. Фига себе. Привет! Привет, говорю. Чё так убегаешь? Я хотел спросить у тебя какое-нибудь чё. Как? Где можно электровелосипед подзарядить? Розетка? Не знаю. Не знаю. Ладно, всё, спасибо, понял. А тут автосервисы, шиномонтажки, чё-нибудь есть? Даже не знаю, я там ни разу не был. Но я тут живу, но я почти ничего не знаю. Я тут живу, почти ничего не знаю. Хороший ответ. Шиномонтаж, по-моему, я там вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. А где здесь шиномонтаж? Я, где? А, вы, да? Здравствуйте. У меня всё в порядке. Я хотел просто вас спросить. Я еду в Казань. У меня электрический велосипед. Можно вас подзарядиться? Там, может, киловатт, может, два возьмёт максимум. Зарядка, да? Да, да, да. Розетка нужна? Да, игра. Киловатт, чё он там, не знаю, копейки же стоит? Не, уж два киловатта, уж максимум два киловатта возьму. Можно? Полный зарядочник, брат, полный заряжает. Можно? Да, 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 брат. Брат, я зарядился. Всё, да? Да. Чё-нибудь должен? Да, ну, ты чё? Как тебе звать-то? Ягиша. Ягиша? Да. Всего очень приятно. Меня алмаз. Огромное спасибо тебе. Сейчас, подожди, кофе пить. Нет-нет-нет-нет-нет, я тороплюсь, ты что? У меня время-то идёт. Да? Да, мне чем быстрее, тем лучше. Так что, брат, не обижайся. Маленький брат. Нет-нет-нет, не обижайся, пожалуйста, ладно? Всё, всё. Да, брат. Удачи, спасибо тебе большое. Всё нормально, да? Полностью зарядился? Всё, всё, полностью зарядился, да? Всё. Спасибо большое. Пока, счастливо. Пока. Сколько сегодня проедем? Я не знаю. Сейчас заехал во двор к одному армяну. Там подзарядился, основной аккумулятор, то есть. Ну и запасной тоже сразу зарядил. Подъёмы и спуски. Ну ничего страшного. Мы ведь не крутим педали. Не крутим. До Хвалынска 152 километра. Это до Сызрани. Со стороны Эргельса. Со стороны Саратова. Но доедем мы оттуда или нет, я не знаю. Постараться, конечно, можно. Но уже будет темно, как обычно. Пораньше бы встать где-нибудь. Охота встать там, где есть. Либо озеро, либо речка. Где их найдёшь? Так, вот видите, большая гора. Такая протяжённая. Чтобы не разряжаться быстро, я ем киреешки. Вот эти рыбки. На самом деле, нет. Я включаю первую скорость. И вот потихонечку поднимаюсь. На полный газ не давлю. Иначе будет разряжаться быстро. Потихонечку поднимаешься. Экономим заряд. Вот. И тебе хватит надолго. Не надо, как угорелый, гонять. Едешь потихоньку в гору на первой скорости. Ну, 25-30 кмч. И ешь вот эти вот рыбки. И всё у тебя будет хорошо. Запомни. Там какой-то камень. Память о ком-то. Мой электровелосипед, когда вышел... Не электровелосипед, а вообще рама. Когда вышла с завода, колёса там, руль, думали, наверное, вот классно, будем в городе кататься. Ага, катаешься тут, в городе. Весь грязный. Едем дальше. Что могу сказать? Заряда ещё хватает. Заряда ещё много. А вот попа становится квадратной. Да как же, сколько еду-то? В пятницу будет уже ровно две недели. А сегодня у нас... Сегодня у нас 5 октября, среда. Не видно так. Ершовка. Там есть мечеть. На самом деле, я могу там переночевать. И никто меня не выгонит. Вот. Ну, так как я немножко грязный, и мне надо заряжаться, и так далее. И я проехал маленькое расстояние. Останавливаться я не буду, ребят. Поеду дальше. А вообще, в мечети переночевать можно. Любого путника, путешественника, могут пустить на ночёвку. И никто тебе слова не скажет. Имейте в виду. Не важно, на машине ты, на мотоцикле или на велосипеде, да хоть на лошади. Можно прийти в мечеть придорожная, обратиться к имаму и попросить переночевать ночлег. 101% гарантирую, что он вам предоставит его. Что тут происходит? Интересно, ребят, не знаете? Спускался, блин, с той горы летел. И тут на тебе. Проколол. Какой-то... А, Сызрань, Багай, Барановка. Синой впереди. Эх, я курный бабай. Всем доброе утро, ребят. Плаченца моя, сушится. Газ закончился, к сожалению. Я тут разводил костер недавно. Поставил кипятить воду. Сбрил усы быстренько, бороду пока оставил. Не буду брить, пока не приеду домой. Потом сбрию. Сейчас пью кофе. Вчера мне в городе Энгелес Василий Николаевич передал сардину, по-моему, консерву. Там рис туда-сюда и батон. Вчера ночью я поел перед сном. Было холодно. Просыпался раз пять, наверное, ночью. В итоге нормально, не выспался. Еще состояние предболезненное, непонятное. На камеру, естественно, я буду улыбаться. Все нормально, короче. Сейчас я возле города Вольск нахожусь. Такой небольшой лесок нашел, где есть и дрова, и спокойно. Ну, конечно, тут трасса недалеко. Но это ладно. Фигня это все. Сейчас пью кофе. Может, перекушу, может, нет. Я обычно с утра не ем. Выдвигаемся вперед. До Казани осталось примерно 680 километров. 680, Карл. Погода, в принципе, теплая. Нормальная. Вот здесь дрова лежат везде. Аккуратно. Сейчас костер развел. Аккуратненько все. Потом надо будет потушить и ехать дальше. Все, что у меня есть, это обезболивающее. Парочку махнем. Едем в сторону города Хвалынск. Ночевал я вон там. Спасибо этому месту. А нам нужно ехать дальше. Едем в велосипедист. Приветствую. Так, давайте, ребят, заедем. А вдруг здесь есть розеточка на улице. Что там зарядиться? Что там зарядиться? Здравствуйте. Здравствуйте. Я путешествую из Казани. То есть в Казань сейчас еду, обратно возвращаюсь. На электровелосипеде. У вас случайно нету где-нибудь розеточки чуть-чуть подзарядиться? Розетки подзарядиться? Да. Так, это как он? Он у меня как самокат. Максимум киловатт возьмет. Так что за это не переживайте. Нет, есть у нас вот розетки. Но у меня удлинители такого нету, к сожалению. О, ну я не знаю, что, ну завозите сюда его. А как будет? Возле холодильника можно поставить? Ну давайте. Хорошо, сейчас. Вот еще вот там розетка. Вот здесь вижу. Да, да. А сюда можно облокотить? На холодильник. Сюда не надо. Вот лучше на тот холодильник. Вот там тоже розетка есть. Ага, хорошо. Розетка не работает? Так, значит тогда вот за цветком там черное есть. Ага. Переходите на электро. На бензин много денег уходит. Ага. Так, ну все, я зарядился. Да? Да. Ну дай бог. На вашем пути летялись за добрые, хорошие люди. Ой, спасибо. Отогрелись хоть немножко. Ой, да. Честно. Сколько я вам должен? Ничего не должен. Нет? Ну, спасибо тогда. Давайте. Счастливо. Давайте я поднажу вам дверь, а то у нас не закрываются. Ага. Давайте с богом. Огромное спасибо. Да, счастливо. Как вас звать? Меня Вера. Тетя Вера. Да. Хорошо. Тетя Вера. Спасибо большое. Все, я полетел. До свидания. Если ваши дети будут в Казани, пусть позвонят. Я у меня, да. Я сохраню обязательно ваш номер телефона. Хорошо. Все, до свидания. Давайте. Добрый путь вам. Спасибо большое. Спасибо большое тете Вере. Ну, а нам пора в путь, ребят. Я полностью заряжен. И запасной. Я основной аккумулятор. Спасибо. Очень много спусков и подъемов. Но мы это все преодолеваем. Преодолеваем. Так ведь, да, Пайрн? И очень много тут военных машин. Один из них вы видите сейчас. Я уже все тут подряд не снимаю. Так, направо это будет город Вольск. Нам ехать прямо. Ну, все, потихонечку доедем. До Сызрани еще. Ой-ой-ой, сколько пилить. На машине, конечно, быстро. Ну, мы не на машине. Не знаю, получится ли сегодня доехать до Сызрани. До Сызрани. Не обещаю. На завтра там будем точно. Ну, а где Сызрани? Там уже Ульяновск. Да, Ульяновск останется совсем чуть-чуть. В городе Вольске я, кстати, ни разу не был. Как интересно там. Многие скажут, да заедь что? Да нет. Петь-ка мы туда, петь обратно. Там еще кататься сколько? Тем более сейчас погода такая. Дожди. Мне бы до дожди успеть доехать до дома. Сегодня у нас четверг. Я даже не знаю, какое сегодня число. Прикиньте, ребят. Четверг, 6 октября. Так, до Сызрани 152. Ну, в принципе, если где-то еще раз зарядиться, я в Сызрани сегодня буду. 152 это совсем немного. Нам надо доехать до Хвалынска. Там посмотрим, надо будет заезжать или нет. Мне бы купить капли для носа и какой-нибудь форстамол, что ли. Нос вообще забит. Дышать невозможно. Только ртом. Листья желтеют. Потихонечку подкрадывается осень. Так, здесь обочины совсем нет. Которая мне нужна. Встречины нету. Далековато. Камаз, надеюсь, объедет. Объехал. Так, впереди огромный спуск. Сколько процентов он, я не знаю. И вдалеке виднеется солнце светит. Всем涵. Так, мы забываем. Продолжение следует. Продолжение следует... По schwierig,� Так, впереди сотрудник ИБДД, включил я камеру, а вдруг остановит. Какой-то грозный, но не остановил. Я уже вроде говорил, у меня единственное нас остановили, это в Ульяновске, да, в самом Ульяновске, хотели докопаться, аж бегут, блин, вдвоем, хотели остановить и думали, мотоцикл едет, хотели докопаться. А я так метров за 15 уже до торможения им говорю, а это электровелосипед, такой подходит, нифига себе, говорит, а говорит, летит как будто мотоцикл. Какой летит, говорит, 40-45 максимум. Ну, значит, показалось. Ну, расспрашивали, короче, всякую ерунду, откуда еду, куда, на сколько хватает километров, на сколько заряжается. Ну и все, пожелали счастливого пути. И я поехал дальше. Это было ночью. Ой, ребята, я что-то еду, 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 еду. Телефон почему-то у меня календарь, календарь, календарь не сделал. Осталось 12% заряда на телефоне. Навигатор. Надо поставить на зарядку, найти пауэрбанк и поедем дальше. Так, заряд у меня. 52,1, 52,2 показывает. В принципе, еще хватает. Он на таком вольтаже еще проезжает. Ой-ой-ой, сколько! Пролетели мы с вами, ребят, населенный пункт. Болоково или Болоково. Не стал я туда заезжать, останавливаться. Нам нужен Хвалынск. Надеюсь, Хвалынск недалеко находится от трассы. Как всегда, переключаюсь на первую скорость, чтобы немножко сэкономить заряд. 28 кмч поднимаемся потихонечку. Уклон очень такой мощный. Поднимемся и потом на второй скорости дальше покрем. Ребят, если видите, вот Волга. Справа от нас река Волга. Спасибо тем дальнобойщикам, которые меня объезжают. Ну и легковым машинам тоже. Смотрите, ребят, как прекрасна природа. Просто затягивает. Под фуру. Очень опасно. До Хвалынска осталось. Не видно. 34 км. Основной аккумулятор съел. Сейчас включил запасной. Он на 27 тысяч мА. Он уж хватит 100%. Тут какое-то озеро. Как называется? Что-то я не посмотрел. Главное, оно есть. До Хвалынска. 21 километр. Темнеет быстро. Получится сегодня добраться до Сызрани или нет, я не знаю. Время 15.24 уже. Если даже в Хвалынске я подзаряжусь, уже начнет темнеть. На зарядку у меня надо примерно час сорок. Я тут, короче, в придорожное кафе заезжал. И там было СТО. Не СТО, а шиномонтажка. Там заряжался полностью. И основной аккумулятор, и запасной. У меня женщина одна напоила горячим чаем с лимоном. А в шиномонтажке у меня, короче, взяли, знаете, сколько за заряд? 30 рублей. Я просто охренел. Сказал бы хоть 100, что ли. Ладно. За всю поездку, короче, я взял, у меня взяли 30 рублей. Почему я все не записал? У меня камера была на зарядке. Камера, потому что отключилась. Вот. Поверьте на слово. Вот было такое. Так, там я еще набрал воды. Бесплатно. Взял 4 пакетика кофе. Каждый по 25 рублей. Также я там купил газовый баллон. Баллон с газом. Походный. За 150 рублей. Вот такие дела. Ну, 30 рублей, когда он мне озвучил эту сумму, я вообще офигел. Такой мелочный. Я, конечно, не ожидал. Вот такие дела, ребят. Постараемся сегодня доехать до Сызрани. До пригорода Сызрани 73 километра. Ну, а до самой Сызрани, наверное, в районе 80. Да, на ночь глядя, но мне сказали здесь не ночевать. Здесь кругом ходят волки. Рисковать не будем. Поедем лучше до Сызрани. 90 км все-таки это немного. Надо сегодня доехать. Ну, все, ребят, летим. Нужно наверстывать упущенные. Если я сегодня буду в Сызрани, то это будет вообще супер. Завтра, конечно, я дома не окажусь, но если буду ехать завтра целый день, то ночью, возможно, я домой приеду. В ночь, то есть. Так как я знаю, где там розетки, можно вообще будет ехать без остановки, то есть. Посмотрим. Заранее загадывать. Я еще не знаю, до Сызрани доеду я сегодня или нет. Осталось 66 километров. Вдруг прокол колеса будет. Вдруг еще что-то. Все может быть. Может, волк выбежит. Или лиса. Откучит мне ногу. Молодец, брат. Что-то обезьянь из меня. Короче, у меня сломало спицу. Из-за груза и кочек. Вон там, если видно. Вот она. У меня одна запасная где-то есть. Осталось где-то 45 км. Но я доеду сегодня оттуда. Это в любом случае. То есть спица одна сломалась, у меня сразу колесо восьмеркой. Так, у меня же рассчитана вот эта сборка, по идее. Так, по городу кататься там, туда-сюда. А то, что вот груз у меня большой. Сейчас у меня сейчас большой груз. Он на это не рассчитан. Прям на краю трассы стою. Вот. Поэтому у меня спица ломает. Какой-то дендрорический сад, что ли, это в городе Сызрень. Вчера ночью сюда заехал. Тут идет вот железная дорога. Поезда ночью ходили. Я спал здесь. Как спалось, спросите вы? Ну, так себе. Раз пять просыпался, наверное. Короче, собираемся потихоньку и валим отсюда. Холодно было ночью. Чуть не сдох. Я в Сызрне, ребят. И будем ремонтировать колесо. Восьмерка появилась небольшая. И задевает раму. Короче, здесь я не нашел. Поехал дальше. Дальше тоже есть. Остановился, спросил мужика. Он говорит, туда, где-то езжай дальше. Там, где-то бегает. И легальных, и нелегальных. Поищем, короче, здесь где-нибудь. Нашел металлоприемку. Ребята говорят, да базара нет. Где, говорит, ищи сколько надо. Сейчас посмотрим. А, вот вижу. Вижу, 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 вижу. Сейчас посмотрим. Вот они. Вот она, рыба моей мечты. Швейная машинка не нужна никому. Походу, советская еще. Да. Вот, короче, отсюда разбираю. И все. Взял, короче, 10 штук спиц. Сейчас попробую прям здесь отремонтироваться. Ну, далеко не отъезжая, имею в виду. Если что, вдруг. Надо будет еще спицы сходить. Разобрать. Коллекции. Советской эпохи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вроде зовут Серега. И Миша, спасибо вам огромное. Ребята, вообще выручили. Со спицами. Кофе. И денег не взяли. А еще запасных спиц дали. Ну что, ребят, летим в Ульяновск. Накат отличный. Все замечательно. Метров, поверните направо, на Астраханскую улицу. Вот это, ребят, город Сызрань. Такой небольшой городок. Чем-то немножко похож на Зеленодольск, который недалеко от Казани. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, ребят, выезжаем. В Сызране осталось совсем чуть-чуть. Ну вот и все. Прощай, Сызрань. Возможно, когда-нибудь еще свидимся. Прекрасно меня встретил город. Попались лучшие ребята. Вам обязательно большой лайкосик. Так, впереди инспекторы ЕГИБДД. Специально включусь. Вдруг тормозну. И вот нормально все. Что-то движуха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова